Так, сегодня 5 июля 2014 года, суббота. По милости Божьей мы прибыли в Барнаул. Вот там и зашли в нашу трапезу. У меня один вопрос. Он торопится очень, наш водитель Николай Павлович Кручинов. Один вопрос. Вот когда мы были в нашей ставке, там мы уже приготовили 21 полный экземпляр по 36 книг. Ну и надеялись, нам звонили, куда, в следующий путь. Ну сказали, на Мурманск, Мурманску область, до Баренцева моря. Дальше мы начинаем по Санкт-Петербургу, там уже нас ждут. И дальше мы работаем, опускаемся книзу. А потом уже здесь, вблизи, Смоленская область. А вы в это время возились с машиной, я ничего не знал. И вы обнаружили серьезные неполадки. Поехали в город с хозяином, с Владимиром, и не нашли. И когда вернулись, вы дали понять, что поездка невозможна. Как вам эта мысль пришла? Никак не пришла. Как могли ли, с особо просили, такое решительное слово. Почему поездка невозможна? Возможно поездка. Ну, и словно аппаратурой. Но отремонтировали, коробку отремонтировали, поехали дальше. Но это потом отремонтировали, когда можно. Можно было в Калуге отремонтировать. Вряд ли это можно было. То есть мы приняли так, как от Бога. Господь положил ему на сердце, я говорю. И мы меняем маршрут, резко поворачиваем домой. Потому что это серьезная поломка, недостаток. Мы решили заехать в Нижний Новгород, где машина родилась. А дальше это у нас уже все описано. Вопрос этот нелегко нам дался. Представьте, такого не было, что мы завезли литературу. И все вдруг оставили, оставили. Но через это, дальше, прям сразу же пошли мысли. Мы сейчас поднимаем людей и отдаем тамочнее, чтобы они начинали работать. Мне уже этот упрек был. Пришли ко мне люди наши и говорят, вот все, взяли на себя. Пас не будет, все дело остановилось. Я поэтому отошел, даже не зная, как смс набрать. Я полностью отошел от всего. Я делал не то, что мне, ну да ну, вызвали там проповедь, сказать где-то. Я поэтому брата сердечно хочу поблагодарить, просто земным поклоном. Дорогой мой, вы сказали то слово, которое я ожидал, как свыше. Мира тебе и любви, и чтобы между нами никакой, говорится, ветер нормальный не было. Спасибо, Христос. Мы это приняли, как от Бога. Итак, если чем, мы сохрани Бога. Да, сохрани Бога. Знаете, Христос, можно я сражаю в Нему? Спасибо, Христос. С Богом. Можно мы поедем, да? Ну ладно. Витя, с Богом. С Богом. Это как он сделал, сказал, мы развернули все, и доехали, отремонтировали. Как он приняли, он расскажет там. Да, с Богом. Так, с Богом. Вот, значит, мы только что сейчас зашли. Даже не верится. Вот, что мы здесь. Что я вижу, этот наш российский флаг. Люблю я его. И объясняю, это вне национальной, вне временной, вне религиозной. Это божественное знамя. Знамя, проповедь. Кровь рождается все в крови. Дальше, кверху. Помышляйте о горнем. И великий белый престол. Когда на нем никаких каракатистов нету двухглавых. Вы видели наши благовестники? Да. Аллилуйя. Да. Все. Так. Следующий приезд мы будем через воскресенье. В это воскресенье, наступающий, это будет 13. От 12 будет у нас день Петра и Павла. От 13 у нас намечается крещение. Есть у меня заявление, которое подали, просили, начать им совершить царинское крещение. Четыре человека. Так? Четыре человека. Значит, это будет воскресенье. Чтобы в субботу до обеда были там уже на месте. Потеряй. Крещаемое. В этом году как-то у нас так, что они как-то неожиданно, но кто-то знакомый, у нас заявлений нет поручителей. Кто у них поручителей, не было. Были заявления поданы, но без поручителей. Значит, кто вас привел сюда? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, значит, там. Кто здесь, наши, значит, сестры, кто, значит, по, с ними, значит, поговорите, чтобы что нужно для крещения. Там одежду какую-то, там, вот, крещальная рубашка, чтобы были при себе. Ну и все. И там тогда в субботу я вас там примут о покаянии. Перед крещением у нас так, что перед крещением проводится покаяние. То есть, крещение в православной церкви обоставлении грехов. И должен каждый, кто приходит в таинство крещения, принести покаяние во всей своей прежней жизни. Потому что дальше вступает он в новую жизнь уже. При крещении, когда крест в освящении говорит, что отвлекаешься ли ты от сатаны трижды? Задает это вопрос. Крещаем, отвечаем, отвечаем, отвлекаюсь. Потом, соединяешься ли со Христом? Соединяюсь. Если не было покаяния в крещении, то крещение, как бы оно и не совершается. Видимо, вроде бы и было что-то. А на самом деле нет ничего. Потому что нет прощения грехов. А нет прощения грехов, то крещение в освящении грехов у нас совершаем. И нет ничего. И если нет веры, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Без веры приходить к крещению нельзя. Если верить, можно приходить. А когда приходят без веры, а просто так. А это много было. На моей священнической уже время, в моем священническом служении много было. Приводят спросить, что? Да я живу на квартире, что у тебя бабушка сказала, если покрестить, что тебе жених попадется не пьяница и бить тебя не будет. Покрестись и все исполнится. Другое значит, что болеешь, что болеешь. Сказали, покрестись и болеть не будешь. Еще что-то не везет в жизни. Покрестись и будет тебе тогда вести во всем. Везде будет тебе вести. Смотрите, такое, какое-то меркантильное отношение к таинству. И, конечно, оно ничего не дает. И можно сказать, что оно и не совершается, таинство, когда так приходит. Значит, воскресенье будет нас после литургии. Сразу, как обычно, мы идем крестным ходом на пруд. Вцепился в сиденье и сижу. Не выйду. Нет. Ну, вопросы? Отдельные моменты, самые тревожные, самые где были беседы. У отца Кирилла я только четыре проходи сказал в храме. Это метров 200 от храма Христа Спасителя. Прямо в храме, там, в стихаре одевали. И все это заснято было. Вот. Где? В листобоне, говорю. Ну, то, что там намешено было, кое-что урезало. Это только машина, непорядок. Ну, в общем, все захватили. А куда мы не успели попасть, мы там оставляли комплекты полные, другие их туда довезут. Вот в чем дело-то. Мы оставляли. Оставляли на Остру и на Херсин. Все, не думай, мы поехали. Потеряют, хотя два варианта. Один вариант остается на завтра и сели с машину выпрыгать. Решили, угоним, пусть она простоит. Осенью как-то приедем, осенью. Так охота туда выехать. Я уже не стал ни переодеваться, ничего. И что интересно, привык спать-то там, палаткой одеваться. Ты здесь пришел, ни постель, ни ножа, нища сверху упал. А, уснул. Сорок дней. И вот одно стихотворение у меня есть. Моисей сорок лет вел народ. Тогда-то я писал, не думал об этом. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями. В машине мой свет вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житий не пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть я умер. И кроме того, у меня отец оказывается жил не 76 лет, а 75. Батюшка всегда подтвердил. Мне 75. И у меня желание у всех попросить прощения. Пятилетний пас с отцом пройти по тем местам. Весной особенно. Совсем проститься. В здравой памяти и в уме. Простите меня все ради Христа. Да Бог, простите, что Вы. Да. И поехать туда, везде пройтись. Да продлит Господь в эти дни. Я сознательно с этой вершины, с Моисеем. Он 40 лет, я 40 дней за границей. Но у меня не 40, 52 года. Вывожу народ Божий из плена. Как есть. И брат его, а Аарон, священник. Геннадий Тихонович, вот книги, так я не понял, Вы один раз загрузили, что ли, и с этими книгами поехали, и все, и больше не загружались. Нет, не загружались. Все остальное осталось там. За рубежом это полный комплект. А я взял не полный, это трехтомник, и, для слова Божьего, нетусь. Я примерно почти 50 комплектов подарил только. Подарил. А которые полные комплекты для библиотек, и кто сильно нам помог, тогда им просто оставил. А то, что пришло туда вот на базу, так и осталось? Вот так и осталось. Мы разложили, но обнаружен недостаток был, благодарение Богу Николаю, и мы повернулись туда. Теперь мы просим Сергея объявить и создать команды там, на своих машинах, в России, чтобы они заезжали, заправлялись, и начиная от Мурманска, Новгородская область, и все это шли, и все раздавали. Вы приехали туда, и как бы распределили их? Распределили, мы разложили все. Их это большой морской контейнер, очень длинный. Сколько вы длина, Николай? Первый. Четырнадцать метров, представь себе. Ну и крючки сделали, мы продукты повесили. Я уезжаю, мы продукты все отдаем хозяевам. Пешок сухарей оставили, все, что у нас было. Пропало у меня много сливок. И отбрали дорогу, а тут нас не отпускали, в Москве везде тормозили, а положить некуда, и взяли с собой. Еще они были добрые даже в Ставке, Калужской области. И дорогой пришлось в Турцию все это выкинуть. Ну, не без потерь. Ну, сливки. Можно бутылок сухарей. До Турции довезти сливки, вы представляете? Для меня каково сливки, когда я... А что, если нельзя было... Ну, по-моему, что же... Так, вопросы. Вопросы додавайте любые, обличительные, по неверию по вашему что-то, с подковыркой, как угодно задавайте. Мне разницы никакой нет. И вообще не было разницы, а тем более сейчас я прощаюсь, повторяю. Я ребятам, братьям наказывал несколько раз, что делать со мной, я умру, вы только целлофан на меня не надевайте. Ну, отъехайте в сторонку маленько, коробки выгоните, меня быстрее туда, в дальний угол, за рубежом найдут, там заставляют вещи вытаскивать, собака сыскная ходит, там нюхает. А здесь-то ничего этого нету вообще. Ну, милиционер, что везете? Довезем книги или что-то. Куда едете домой, откуда? А из дома езжать дальше. В Чечне это у нас не заставляли выгружать. Меня в дальний конец, коробками завалите и напрямую в Потеряевку, рядом с мамой похороните. И Виктор Андреевич помог мне сделать я завещание, кто моим телом распоряжается на английском, на немецком, на французском, на русском. Ну, я вернулся живой, вопреки всем. Слава тебе, Господи. Да продлит Господь еще ваши дни. Вы нам нужны. Значит, вернулся живой. Аллилуйя. Но дорогой я несколько раз замечал за собой, мне ни о чем неохота говорить, а только наказать о теле своем. А они начинают, да что ты говоришь, да еще точно так же. Но это хорошо, что я в здравой памяти объясняю, как поступить с моим телом. Не закрывайте только селопаном. Батюшка вчера, а ты знаешь, через два дня-то какая водь-то будет. Я говорю, а святые не гниют? Да что святые-то, вот что? Мы на каком деле-то, на Божьем? Мы буквально жизнью жертвы. В каких горах шли? Где были? С какого народа? Особенно после поломки. Не будет запаха. Да кого Зилстенского провонял. Провонял, провонял, другой не провоняет. Ну и успокоился. Собака, я ее люблю, как машину. Не всем это нравится, но я просто люблю. И поэтому собака мне самая хорошая и машина самая хорошая. Как бы не эта деталь, мы бы все проехали. И я не оспариваю тех, кто говорит, что Николай специалист и машина. Я его чуть газелистом назвал, так он прям отклевывается. Таким словом называть. Газел, за машину так не стереть. И ее насильно дают там разные медицинские и другие учреждения. Ну все так. Ну еще не знать. Я тогда им попросил одно. Больше 80 скорости, чтобы не было. Ехал Третьяков. Где он у меня, Третьяков-то? Вот они. Молодцы, удалые, с Вадимом-то. Ну и жмут 100-110. 100-110. Я сказал, не делайте. Горючего в два раза почти больше. Сколько она же пожирает. И кроме того, она не приспособлена. Мне это сказал Алексей Сиськов. Больше 80 не держите. Она эта машина ваша не выдержит. А вы все время 90-95. Даже сейчас ехали. Тогда в последнее время я просто стал настаивать. Ну, педаль под ногами, жмут. Не больше 80-ти. Ну и вот, доехали. А то, может быть, и не доехали мы. Вот этим аппаратом пользовался очень редко. Но там, где беседа была. Сейчас я все слышу. Но сильно усиливает звук. Каждый шорох слыхает. Какая-то швейцарская. Он же вам говорил, что нужно просто адаптироваться в время. Нельзя, нельзя. Это вредно. Вредно я узнал. Хорошая слуха. Еще раз говорю. Мне подтвердили это. Люди, которые пользуются аппаратом, мне сказали, мне кажется, во Франции, в Германии, все стали глохнуть. Быстро стали глохнуть. А я это на уровне подсознания знал. Потому что атрофирована рука теперь. У меня усиливают там где-то. Ну и все. А после поднять руку не могу. Я редко и скорее убираю. Поэтому на слух почти не влияет. Я обязательно хорошо слышу. Нет, брат, влияет. Это мне официально сказали люди, которые аппараты распространялись. Но официально, которые распространяют здесь, он говорил совершенно противоположное. Но, однако, я тот человек, который доверяется внутреннему чувству. Это мне подтвердили люди. Это не мышцы, это другое совершенно, Игнат Тихонович. Это не вызывает атрофию. Это другое. Стали все, я не знаю, какое слово, стали все глохнуть. Все бабушки, которые стали пользоваться, стали быстро глохнуть. Я не просил даже этих данных. Мне ответили. Там у него не глохнут, это глохнут. Я один из всех, который оглохнет. Ну, поэтому я. Так, вопросы. Вопросы. Батюшка сказал, длинное до пола, чтобы было белое. Тут кто-то возьмите над ними, хоть несколько дней. Поручители, не уходите. Где ваш хозяин-то? По я о ком говорю? А Сергею? Сергей на работе. Сергей на работе. На работе. Значит, ему все подскажите. Где Галя-то она? Была не все, маленькая. Вчера была. Она сегодня сказала, не будет. Не будет все. Мы должны только предупредить и сказать. 13 числа будет Крещали. У нас первое, то есть назначено седьмое. Если седьмое, не воскресенье, на понедельник, попадает, то в следующее. А Галя тоже будет креститься? Нет. Не так сказали? Или что? Галя креститься будет? Галя, которая... Да хочу вам начать. Ну, значит, найти ее, Татьяна. Рассказать все и как положено. Препятствий никаких нет. А кто их знает, батюшка опасается. Я знаю. Я поручить не прошу. Она будет... Нельцова? Понял, нет? Витя, куда тебя занесло? Что-то похоже. Посмотри, Татьяна, я говорю. Я буду у вас поручителем. Вы меня не подмедете? Вот. Ну и все. Помоги, Господи, вам помоги. Вопросы? Нет, уже тренировка. Надежда Васильевича. Так, кто помогал, кто молился, кто помнил, вам всем, всем низкий, низкий поклон. Молите нас. Лично от меня, и не думаем, а и от братьев. Главное, самое главное, мы вернулись с христианами, укрепленными в вере. Нас встретили, зацеловали вчера во дворец. Это все разделите, кое-что останется сейчас, а вы теряйте. Мы сейчас позавтракаем, и мы сразу уезжаем. Николай, низкий тебе поклон. Я не знаю, поклон. За доверие оказано. Спасибо Христос. Вот видишь, как? Мы рады за тебя, дедички есть. Кто говорит, Миша, успевай повернуть туда, так говорят. Без Николая Павловича, брата Николаевича, поездка не состоялась. Я его просто не неожиданно. Видите, как? Навигатор умер. Попробуй теперь разберись. Как поступать? Я за каждым шагом к нему обращаюсь. Как? Я ему надоел. Потому что я ничего не знаю. Ну, не знаю, я прошу молоко, но еще расстраиваться под скорость. Посмотрите, чтобы Марина не забыл, кто это сделал. Попробуй теперь, чтобы помыть машину. Попробуй теперь обращение. Нет, не машины. Нет. Я только что привел махло. Подготовиться к экзаменам и стать настоя. Господи, мы к тебе прибегаем, наш Спаситель. Благослови эту сестру. И внутренний ее мир, да будь ты его сердце, наставь его при начале пути, дабы он не совратился совершенно, чтобы он полюбил тебя, Христа истинного Бога, умершего в мире. Боже, слава тебе, Боже, благослови тебя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Слава Христу. Так, Миша, пойдем позавтракаем вместе. Пожалуйста. Огромная беда. Совершенно верно. Ну как, где же много бедов? Починили. Я хотел вас одно спросить просто. Батюшка, разреши, я сразу же заранее говорю. Одна девушка, так же, как Жанна Исправника, через Юлю, только в Абакане она. Она вечера не погружением. Не погружением. Но самое страшное, знаете, что восстал отец Геннадий против, против крещения восстал. А она подошла к мне, как отец Геннадий, он говорит, я пойду к епископу, потеряю, тебе не советую. Я говорю, а нам же рекомендацию надо. Я говорю, а от кого рекомендацию, когда отец Геннадий пошел сам к епископу и против? Он показывает фотографию, он венчает безбожников. Там вот такие ногти. Я говорю, а почему это? Отец, как это? Быть-то? Я, говорит, не знаю. Я говорю, я вот тебя лично к себе приглашаю, но я пойду специально с батюшкой поговорю, с Игнать Тихоновичем. Разрешаю. Разрешаете? Потому что слишком действительно она портит. Она какая-то тупинка или кто-то. Так она, понимаете, вопросами завалила, а... Все, пусть приезжает. Только быстро, сегодня же дай телеграмму, чтобы она приезжала, и в воскресенье сделает, что надо. Отца Геннадия не трогать, молиться за него, это великий человек. А что вам не так, эта пасковская патриархия сжирает его? Я не понял из ее слов, против, не против, но он... Но отца Геннадия еще говорю, эта патриархия его жмет, он не такой. Отцу Геннадию просто в этом вопросе мало равных, но он не свободен. И поэтому, не каждое слово его принимает, что от сердца. Он редкий человек. Все, можно идти, перепятить. Угу. Это я, вот, смотрю, принял. Вот такое дело. Посмотри. Вот сделали мне этот аппарат. Проверяли меня. Ой-ой-ой. Там сколько меня тискали. Теперь я вот снимаю его. Батарейку в сторону. В карман у меня есть, и не надо. Говорить, что не глохнет. Глохнет человек. Шумы такие. Но я сейчас вот был, я никакого недостатка не чувствую. Конечно, это аппарат. Виктор Андреев взял на себя расходы. Швейцарский или какой-то. Очень хороший. Пойдемте позавтраком. Вот он мой красавец. Вот он ездил. Все до одного наше свидетельство, где мы были. Где он был с нами. Длинная поездка. Он был на Тихом океане. Он не любит, когда снимают. Вот интересно. Как старообрядец. Ну еще. Ты больно куда прыгать? Ты что? Прыгать подальше что-нибудь. Разми меня. Заправни. Ой. Сейчас, сейчас. Ну-ну-ну, подожди. Подожди, подожди. Подожди, да мой хороший. Да ну. Подожди, сейчас он пойдет. На крыльчика поднимается. Вот так. Нельзя его тронуть. Все, он не будет. Так, смотри какой. Сейчас я крикну ему. Так, сейчас чуть-чуть я подведу. Посмотри, как я его выгуливаю. Ему надо отправиться. Вот там не будет? Он здесь сейчас отправится. Давай. Ну, опускаю. За ним бегать не надо. Так. Ураган, рядом. Он должен обижать сзади сидеть, сидеть. Вот, смотрите, рядом. Я пешки не будет. Рядом. Рядом. Хорошо так. Вперед. Рядом. Рядом. Сидеть. Сидеть. Рядом. Привяжу и пойдем пообедать. Вы это на улице даже. Может, просить людей поснимать и там с ним будем. На улице ему надо. Да, ловы и яйца. Не забыла бы никого. Не забыла бы никого. Не забыла бы никого. Я понимаю, да? Да? Потом с Татьяной, когда попросил Вадима прощения, я все рассказал. Вы что делаете? То есть, очень большой разговор стал. И потом сразу что просил перенести. Это все их не есть. Я спросил Вадима, он говорит, да, как она просила. Да? Да.